приветствую любителей качественного аудио hi-fi класса и сегодня у нас на обзоре очень красивый усилитель это у нас dinon pma-9.5 совершенно уникальный аппарат компания dinon решила создать серию усилителей для так сказать модных людей об этом есть интересная статья на сайте hi-fi-audio.ru изначальная мысль была что модные люди решают слушать маленькие компоненты они современные какие-то там здоровые и поэтому главная задача была поставлена перед инженерами создать аппараты с маленьким форм-фактором но как выяснилось люди все-таки даже модные они хотят слушать качественный звук и в этом плане в общем-то возникли нестыковки хотя версия a presta так назвали эту серию продавался довольно хорошо потому что в мире оказалось достаточно много модных не разбирающихся в аудио людей которые важно было что этот аппарат умещается где-то в спальне в коморке там в конуре в какой-то и все было замечательно и в общем-то версия вышла 65 достаточно удачная потом после 65 один он подумал что все-таки трансформатор там откровенно дерьмовый и все-таки для хорошей акустики надо хороших формат и она в следующих версиях после 65 там были разные буковки так далее она все улучшал улучшал трансформатор и прочие вещи в какой-то момент девяносто шестом году она решила ну просто выпрыгнуть из своих штанишек и просто всех поразить и вышел уникальный аппарат это динон пойма 9.5 ребята вот сейчас я думаю вы увидите масштаб и вы думаете что же он такой малюсенький да да он в длину достаточно но не маленький но вообще малюсенький я покупал один он пойма 7.5 тел который вышел на след следующем году после девяносто в девяносто седьмом году и он реально был больше размером он был сильно дешевле и больше размером но это вообще маленький аппарат как так возможно сейчас мы это видим так вот ребята я вам также скажу что это самый дорогой аппарат серии пресса вообще в принципе я даже так скажу что это один из самых самых дорогих аппаратов наверное вообще миди размера то есть вот такой вот маленький аппаратик и он девяносто шестом году стоил сто тысячи йен я на минуточку проведу небольшой экскурс в 1926 том же году динон пойма 2000 роскошнейший который я недавно вам демонстрировал он тоже стоил ровно 100000 йен он огромный он там имеет два трансформатора он охрененно звучит и он тоже стоил 100000 йен и вот эта вещь которая вышла в том же году стоит тоже 100000 йен чувствовать у вас там что-то уже переключается в голове то есть да и если говорить о технической составляющей то ребята в hcmos вот эта технология от высших аэнд аппаратов здесь уже сейчас уже здесь это начинка из аппарата за 4 миллиона йен это на минуточку 40 тысяч долларов она здесь конечно конечно там были моноблоки там были очень дорогие компоненты но и здесь люди не лапки щи хлебали и именно в 95 выбраны особые компании конечно не уровня тех которые стали 4 миллиона йен но это не с помойки это не шерпотреб это реально что-то довольно такое приличное а в этом аппарате 9.5 который стоит ровно столько же сколько и динон 2000 пойма 2000 невероятно просто не играет да почему на такой шаг пошла динон они сказали этот реально дословно вот я читаю зарубежные издания журналы и так далее там дословно произносится следующее что мы поняли что и среди молодых людей среди модных людей то есть люди которые интересуются качеством звука и мы решили принять внести ультимативное качество звучание в миди формат то есть ребята конечно же легко сделать классный звук в большом аппарате но если вы конечно хороший разработчик они с помойки вы там сделайте два трансформатора разделения каналов там классные транзисторы там классное шасси и так далее это все офигенно но когда у вас задача стоит сделать аппарат миди формата такого малюсенького который меньше чем 75 который 100 680 долларов а этот стоил 100 тысяч долларов 100 тысяч иен 1000 долларов у вас есть ограничения вы не можете сделать крутое шасси антирезонансное у вас нет места вы не можете сделать крутое питание но здесь кстати крут питание настолько крутое насколько можно впихнуть в этот размер вы можете попытаться разделить каналы и здесь они разделены вы можете попытаться сделать максимально короткий трактор и здесь он максимально короткий вы можете использовать хрень схема вам уйчи и или чиси most а которая представляет из себя смесь биполярных и мосфет транзиторов с минимальным количеством каскадов и это здесь и есть здесь есть direct, здесь есть здесь есть разделение каналов, здесь есть офигенный трансформатор всеметь, классные разъемы, вообще все есть и бешеная цена 100 тысяч йен потому что он маленький, не надо к нему прикладывать мерки, что вот большой есть за 100 тысяч йен Denon 2000, поймать, 2000 да, он большой, офигенный, он еще лучше, он еще лучше, но он большой, а если у вас маленькое помещение а если вы хотите себе в рабочий кабинет хороший аппарат, который просто прилично сделан, не с помойки из нормальных деталей а если вы хотите в спальню поставить аппарат, какой у вас выбор, у вас нету там места, вот нормальный аппарат, 20-30 килограмм разместить, нормальную систему, вы выбираете такой вариант а визуально он очень красивый позолоченная надпись да, я по фотографиям его представлял больше, потому что я был владельцем 7.5L одним из самых роскошных аппаратов с бюджетных, 680 долларов, да и он очень хорошо звучал и я когда вот это вот распаковал я думаю, блин, что же он такой маленький-то он меньше, но все сделано максимально качественно металлическая морда ручка великолепная все поменьше, миниатюрное но оно все красивое, оно все такое точеное, ну все потрясающе и даже вот сверху вот эти две накладочки я не знаю, видно, не видно они из двух половиночек состоят они отдельно откручиваются а что касается ну той же Даяна Крал и журавлей ну журавли кричат, скажем так кто в курсе про что речь так, давайте попробуем вот он включается тут, кстати, очень красиво подсветка показывается громкость, видите, вот она так вот с лампочкой регулируется а, у меня диск тут Ван Ден Хула великолепнейший, редчайший диск Ван Ден Хула с Либла ну, я не буду делать бант этого видео, ребята в общем-то, суть этой серии это вершина серии Преста это PMA 9.5 он может подключать две пары акустических систем между ними переключаться ну, например, у вас там есть большие напольники и маленькие что касается характеристик, то ну, вообще круто 80 ватт на канал для такого размера при искажениях при полной мощности 7 соток это фантастически низкие характеристики или, если 6 ватт то он умеет 50 ватт на канал ну, то есть, вот те же вот мои Yamaha NS1000X работают способны работать на мощности до 50 ватт ну, это вообще это чуть ли не предел для домашнего использования то есть здесь нет таких ограничений то есть, в этом плане сделано все максимально круто OHC MOS разделение каналов великолепный трансформатор великолепные детали Дино специально отмечал что детали все отобраны да, вы можете сказать что все-таки он звучит похуже чем полноразмерные аппараты но а что вы хотели? это миди формат он изначально не может звучать как полноразмерные аппараты просто в принципе плюньте в лицо тому, кто вам скажет обратное если конечно это не касается класса D но класс D будет актуален лет через 10-15 когда там достигнут мегагерцовых там 10 мегагерцовых 20 мегагерцовых частот мы сможем заменить аппараты на высококлассный класс D сейчас еще время это к сожалению не пришло только самые лучшие представители типа там Аранс PM10 или там какие-то другие аппараты только на определенных модулях в классе D демонстрировать звук кому который может нравиться в остальных случаях он вызывает вау-эффект как четко как все детально все классно тут же приходит понимание что суховато как в пустыне Сахара долго я это не смогу слушать при всем желании надо что-то делать и начинаются ламповые преды и прочие вещи в общем такая вот история поэтому если мы выбираем какой-то аппарат в маленькое помещение то ребята просто обратить внимание это один из самых роскошных аппаратов произведений искусства изделий которые в принципе сделаны были в мире и он стоит бешеных денег 100 000 йен сейчас скажут да что такое 100 000 йен и особо умные люди сейчас начнут переводить по современному курсу и ребята я вам скажу проще если мы вернемся в 96-й год то тогда лидером не хай-энд а хай-хай а был на и он стоил 100 000 йен я мог бы его сейчас сюда поставить он у меня на полчик стоит но я не буду прикладывать эти усилия просто поверьте на слово или посмотрите прошлое видео и вот он стоил 100 000 йен если я и это был топ хай-фай от компании динон это динон пойма 2500 нг и он стоит 300 000 рублей из этого мы легко можем понять что 100 000 йен или 1000 долларов в современных понятиях это 300 000 рублей или 4100 долларов вот этот аппарат в этом временном континууме да сейчас бы мог стоить 4100 долларов это бешеные совершенно бешеные стоит ли он этих денег с точки зрения звука я бы сказал нет но я же это оцениваю с точки зрения полноразмерных аппаратов а мини аппараты миди аппарата они заведомо звучат хуже поэтому если вам кто-то рассказывает что миди аппарат поменьше чем полноразмер звучит офигенно то ребят просто имейте в виду что он может звучит офигенно но он звучит хуже чем бы звучал полноразмерный аппарат здесь уже вопрос в другом что позиционирование этих аппаратов заключается в маленьком помещении если у вас полно места там аэродром берите классный огромный аппарат 20-30 килограмм будет классный звук но если вы живете в такой маленькой ограниченной жилплощади то это офигенно такой малюсенький очень даже приличный а поэтому ну ему просто нет альтернатив что касается звучания вот как вы думаете да 4100 долларов если бы он сегодня выпускался некоторые люди готовы со мной поспорить что я неправильно что-то перевожу ребята вот эти вот инсинуации ваши именно от вашего незнания всей ситуации некоторые говорят тогда в японии не было налогов продаж там ла-ла-ла-бла-бла-бла блин я приведу пример который просто опровергает вас капитально я объясню когда выходила акустическая система Diatone DS-77Z в то же время выходила акустическая система Onkyo 77 MRX один и тот же год обе стоили 1200 долларов за пару одинаково абсолютно это было что-то там я сейчас не помню может быть это был 92-й может 90-й год вы просто сами зайдите на audio database или audio heritage и сами уточните я же не могу все идеально помнить цена одинаковая и Diatone 77Z о которых я расскажу они охрененные как они классно звучат я покупал Onkyo MRX 77 и сравнил их в лоб в лоб с Diatone DS-77Z и Diatone DS-77Z неоспоримо динамик были лучше по звуку у них был более роскошный среднечастотный динамик он показывал больше детализации больше информации больше текстур ну просто это был другой уровень да потому что опять же в тех же MRX а Onkyo сказал ну и СЧ динамик как выбирали ну мы подумали что у нас там в старых динамиках был неплохой динамик и мы решили от добра добра не ищут поставим его он неплохой ну блин он просто в Diatone DS-77Z стоял гениальный Тибароновский динамик как сравнивать вот и Diatone DS-77Z был значительно лучше чем Onkyo 77 MRX к чему все это это было начало 90-х годов и вот 2016 год Onkyo неожиданно обнаруживает у себя на складах остатки остатки корпусов от MRX и динамиков и что она делает они решают сделать ограниченную серию из этих вот остатков они собирают эти колонки в 2016 году и называется эта вещь NFX Onkyo 77 NFX или NFX 77 ребята то есть это реальный аналог Diatone DS-77 только хуже так сколько же у них была поставлена цена цена была поставлена 360 тысяч рублей по тому курсу это было 6 тысяч долларов а Diatone DS-77Z лучше звучат лучше звучат поэтому вот с вашими вот этими инсинуациями что вот эти вот сто тысяч йен в прошлом или четыре тысячи сто ой тысяча долларов в прошлом или четыре тысячи сто долларов сейчас это не адекватно это реальность вот это совершенно адекватное соотношение цен что произошло и куча примеров это один пример я знаю их много поэтому когда вы пытаетесь там что-то мне сказать мне просто смешно вы не владеете информацией абсолютно сейчас колонки стоят нормальные дерьмо миллион два миллиона три миллиона не было таких центов в прошлом понимаете поэтому вот эти детские лепят когда начинают сравнивать какие-то великолепнейшие техник с sb6 с каким-то говном типа хека 700 или 500 ну блин я просто вот я в шоке мне стыдно за такие вопросы я не знаю что этим людям сказать это кошмар возвращаясь к этому прекрасному усилителю в меди формате который потенциально и в принципе не может звучать на уровне полноценных аппаратов а какой у него класс звучания и ребята ну кто-то скажет ну как ну он раз вы говорите что он не стоил так же как Denon 2000 но он проще ну наверное он как 1500 но нет ребята нет все таки размер очень маленький здесь очень много поэтому я вам могу оценить его класс звучания примерно как как Denon 8000 или 720 АЕ да вы скажете я могу пойти и купить 720 АЕ или 8000 сегодня стоит там ну я не знаю тысяч 40 наверное можете но это будет обычный как бы аппарат бюджетный который вложили хорошую схемотехнику но туда не вложили хороших деталей и поэтому вот это возникает нытье что у меня через 5-7 лет аппарату каюк да а здесь аппарата высшего класса у них детали ну совсем другой уровень вообще все другого уровня поэтому они работают и 20-30-40-50 лет как бы прекрасно не все но некоторые работают понимаете то есть изначально заложен запас проще совсем другой поэтому да можно конечно купить и современный аппарат но он будет сильно больше он не будет иметь запасы прочности на будущее а здесь даже вот если этому аппарату 25 лет конкретно но у него еще как минимум 10 лет есть если вы возьмете современный аппарат я не факт что он там 10 лет будет ничто у него не начнет шуршать потому что как обычно на тентюнере мы сэкономили на том мы сэкономили и так далее но тут уже целиком я вам рассказываю как есть поэтому вы можете выбирать если у вас позволяет пространство то вы можете не париться купить DENOM PMA8000 ничего не потерять или 720AE даже выгодить а можете если очень ограничено взять вот этот роскошнейший аппарат как видите ничего не шуршит то есть он работает совершенно как новый никакой разницы нет все очень качественно очень красиво он сам по себе вот такой маленький но он весит 7,2 килограмма у него искажение на полную мощность 0,07 на полную мощность это не на какие-то там как вот любят он там одна тысячная на пол ватта да там или на 1 ватт да кто на этой громкости слушает на 3 на 5 ватт слушает но не на 1 ватт не на пол ватта слушает вот здесь на полную мощность 0,07 ватта с инерцией соотношение с 0,07 ватт но если меньше громкость не на полную громкость не на 80 ватт на 4 ватт то сильно меньше то есть это буквально тысячные минимальные каскады и так далее в общем ребята такой вот обзор я постарался все нюансы объективно осветить аппарат очень красивый очень маленький и 7,5 тоже кстати очень красивый тоже очень хороший тоже бы я его мог посоветовать вот но это все не топ не это не вершина не притоп это просто качественный средний уровень поэтому даже может пониже поэтому если вы хотите реально что-то крутое берите огромные тяжеленные аппараты топовые но они не будут столько стоить как вот этот аппарат в общем к сожалению такова правда жизни за классные вещи надо много платить но иногда бывает возможность купить классную красивую вещь за вменяемые деньги за небольшие за счет того что например она является миди размером ну то есть вот такие вот нюансы присутствуют а уже ваше дело и ваш опыт подскажет что выбрать ребята нравится канал поддержим наше видео есть ссылочка вернее кнопочка спасибо если вы хотите отблагодарить пожалуйста нажимайте выбирайте сумму которую вы хотите подарить каналу и нажимайте очень рад что у меня много подписчиков приходите еще всем пока до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон»